Весна каждый день радует все новыми красками. Согласитесь, будет грустно не видеть их всех. Сегодня как раз о зрении, о том, как качественно выбрать себе очки и поговорим. Мне никакие очки не идут. Это самая частая отговорка тех, кто, приглядываясь к людям или к нижним страницам, щурясь, пытается разглядеть детали. Конечно, если примерить бабушкины или мамины очки, эффект будет не тот. Удивительно, что человек, привыкший тютелька в тютельку подбирать ту же повседневную одежду, готов тут же натянуть на себя аксессуар с чужого плеча и сразу сетовать на отсутствие красоты и эстетики. Наши родители могли только мечтать о современном выборе линз и оправ, которые не меньше модных туфель или сумочки, учеркнут образ и, самое главное, помогут увидеть мир вокруг. Всего-то и нужно выбрать день и довериться специалистам. Вот они, самые модные модели. Причем выбор настолько велик, что вряд ли встретишь старые. Мы пригласили в гости директора по развитию общества с ограниченной ответственностью «Аптечный дом» Александру Закипных. Давайте начнем с тенденции. Что сейчас модно или актуально, если правильно сказать? В этом сезоне актуальнее всего это кошачьи глазки и бабочки. Сама ношу такие очки, очень нравятся, подчеркивают формы лица и брови, конечно же, женские. А тут от формы бровей что-то зависит. Все-таки женщина, она в первую очередь смотрит на стиль, а потом уже как она в этом стиле себя чувствует? Ну, женственность в основном. Больше даже нечего сказать. Вы только оденете оправу и будете смотреться в ней стильно. У меня хорошее зрение, поэтому я плохо себе представляю, как все это происходит. Вот если у нас было хорошее зрение и начинает падать, с чего нам нужно начать? У нас очень хорошие, квалифицированные специалисты и врачи. Можете провериться у нас. Они вам уже порекомендуют. Если вы сидите много за компьютером, конечно же, это очки и линзы для компьютера, которые снимают нагрузку небольшую. Это тонированные линзы, либо розовые, либо коричневые будут. А дальше, чтобы не падало зрение, нужно, конечно, носить очки с диоптерами. Процесса привыкания в основном нет. Если вам неудобно в очках, вы одеваете контактные линзы и наоборот. Раз уж вы сказали про очки для компьютера, давайте об эффективности вот этого момента. Нам кажется, что одели, глазам сразу хорошо. Но ведь это не так. На самом деле, какие бы вы статьи ни считали, чудес не бывает. Мы предоставляем эти очки, но сразу предупреждаем. Сколько бы вы в них ни сидели, все равно будет зрение падать со временем. Хорошо, да, слабляет. Не настолько вы будете напряжены при компьютере. Нужно ставить монитор правильно, контрастность убирать. И тогда, возможно, у вас не так сильно будет падать зрение. То есть, я так поняла, такого рода очки – это последняя инстанция для помощи своему зрению. В общем-то, надо предусмотреть рабочее место. Да, 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 именно. Что бы вы посоветовали? Сейчас весна, сейчас много к вам пойдет людей. Наверняка есть модные тренды, кроме бабочек и еще чего-то. Давайте подробнее. Подробнее. Мы предоставляем очень много брендов. В этом сезоне очень модно линзы, которые имеют яркие цвета. Синие, зеленые, красные, золотые. Полностью перекрывают глаз, то есть их не видно. Наверное, больше особо в солнцезащитных нет ничего такого интересного. Мы предоставляем очень интересные солнцезащитные очки Дольче Габбана. В них 18 корот золота, к примеру. Это уже целые ювелирные изделия. Это не просто оптика. Также Том Форд. Очень интересные золотые киски. Ray-Ban всем известен тем, что у них качественные линзы. К примеру, у них каленое стекло. Через них очень большая точность видения. И они всем известны тем, что они удобны по посадке и каждому идут. Есть мнение, что солнцезащитные очки все-таки немножко вредны. В первую очередь, конечно, потому что мы идем не в оптику, а, как правило, на рынок, где они там, извините, чуть ли не по 100 рублей. Понятно, что это минус. А вот если говорить о хороших? О хороших. Давайте сначала о плохих расскажу. Чем плохо покупать на рынке за 100, за 200 рублей. В них нет ультрафиолетовой защиты. Когда мы одеваем темные линзы, зрачок расширяется, и ультрафиолет попадает прямо под зрачок. Из-за этого образуются катаракты. Как бы вы сами уже выбираете, либо вы будете делать операцию и тратить кучу денег, либо вы купите сразу хорошие очки. С хорошими этого не происходит, естественно. Нет, у нас есть лицензии и сертификаты на все наши очки. У нас прописано, сколько там ультрафиолетовой защиты, в каких очках. Есть ли какие-то модели, которые подходят только взрослым женщинам, которые уже состоялись или помоложе? Или сейчас это вот мода, она мода для всех? Мода, она для всех. Но, опять же, нужно подбирать очки, чтобы вам было комфортно, чтобы вам нравилось. У нас шесть оптик. В трех это премьер, малина и первый салон на первомайке 35. Предоставляются более молодежные, трендовые. А еще салоны, которые находятся в Черезово, в Песочне, на Московском, это уже более спокойные такие. Многие боятся пользоваться линзами. В частности, вот у нас сейчас город очень пыльный. То есть, если посмотреть просто на себя, вот что-то, ощущается вот это вот пыльные руки, там, прическа, все что угодно. Как с линзами, если мы, например, на пляже, где много песка, где мы, в принципе, на отдыхе, вы бы посоветовали пользоваться? Контактные линзы, малина. Я сама их ношу, и я в восторге, честно. Очки – это уже, я считаю, для себя прошлый век. Вы можете носить очки дома, когда вы устали от линз. Никаких проблем с контактными линзами не возникает. Если вам неудобно с линзами, которые более плотные на длительный срок, мы предоставляем линзы однодневные, именно которыми я и пользуюсь. Они тонкие, никакая грязь и пыль в них не попадает, сухости не возникает, и они очень хорошо увлажняют глаз. Вот сейчас услышала слово «тонкий», сразу вспомнила свою коллегу, у которой не очень хорошее зрение, но она говорит, «Не могу позволить себе очки, очень широкие стекла». Я думаю, что сейчас, в современный век, такой проблем, в общем-то, особо быть не может. Совершенно нет. У нас есть линзы под заказ, которые сделают любой толщины, какого вам нужна диоптрия. А что это значит, что остальные не могут посоветовать или предложить, или вот этот рынок конкуренции, он настолько слабенький, в общем-то, никакой? Скорее всего, в Рязани слишком слабая конкуренция. Мы предлагаем очень многое. Даже есть линзы «Рупенхуберт», очень известная немецкая марка. Они делают только под заказ, и линзы все обрабатываются вручную. Естественно, это уже очень высокий такой сегмент, и делаются они от трех до пяти недель. Понятно, что когда мы себя любим, мы на себя тратим много, особенно на девушке. Это ногти, прическа, естественное лицо. Тут на себя не жалко. Но если говорить об эконом-варианте, когда хочется выглядеть строго и комфортно, привлекательно, но в то же время с пользой. Доступно все, что мы с вами перечислили сегодня? Конечно, доступно. Мы предоставляем любые оправа от 290 рублей. Модные и стильные. Многие знают, что есть аптеки и спреи, но вот про оптику кто-то еще не догадывается. Есть приезжие. Давайте о контактах. То есть как вас найти, как к вам попасть, сложно ли иногородним. Тут вопросов много. У нас есть единая справочная служба. Номер можно найти в любой справочной. У нас хорошие консультанты, которые ответят на любой вопрос, в каком районе города вам удобнее будет подойти, какой ассортимент предоставляем, и какой врач работает, со скольки до скольки. В любое время можно звонить, обращайтесь, и я думаю, вам наши специалисты помогут. Если мы не были нигде у врача и пришли сразу к вам, мы можем на месте подобрать очки, не зная, что у нас с глазами? Конечно, можете, без проблем. Вы можете приходить и со своим рецептом, наши специалисты все равно вам подскажут и изготовят очки. А проверить у вас качество зрения на месте можно, если мы, правда, не знаем, что? Можно. У нас время работы оптики, в такое же время работает врач ежедневно. Какие-то документы, какие-то особенности, может быть, предварительная запись, что-то такое, что важно знать? Предварительная запись, конечно же, существует, и вы можете обратиться, позвонить опять же в эту справочную, мы вас запишем к нашему врачу. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, после ваших советов наш мир засверкает новыми красками для большинства телезрителей. Это была программа «Семь минут». До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok